Новый тренажерный зал Федерации Пауэрлифтинга расположился в бункере на Садовой Триа. С начала года спортсмены занялись его обустройством. Теперь это место пополнит список соревновательных площадок – любителей штанги. В основном все здесь будем проводить соревнования. Зал оснащен всем необходимым на данный момент. Будем стараться улучшивать, делать ремонт своими силами, заниматься и развивать спорт. Жанна Пустовик – единственная, кто разбавила мужской состав участников соревнований. В пауэрлифтинг девушка пришла вслед за своим парнем. По 70 килограммов Жанна берет в жиме лёжа и становой тяги. Эти дисциплины для участницы стали самыми тяжёлыми. Жим вообще и становой тягу, потому что веса очень большие, присед как-то можно вытерпеть. А так вообще нравится. Вместе с воспитанниками Уссурийской Федерации Пауэрлифтинга на соревнованиях выступили участники из Михайловки, ПГСХ, Института железнодорожного транспорта, ДВФУ, Школы номер 3 и Тэквандолэнда. В команды вошли как опытные спортсмены, так и новички. Начинающих атлетов выдавали и лёгкий вес снарядов, и техника выполнения упражнений. Техника там получается очень сложная, её очень трудно объяснить. Там надо много работать, много знать. Там, например, начинающие, они просто могут только руками выжимать. Кто уже выше уровня, они могут включать плечи, потом, получается, спину подключать, ноги, естественно. За счёт ног вытягивать штангу. Но это всё как бы приходит с опытом. Сборная юношей Михайловского района стала лучшей в общекомандном зачёте. На втором месте оказались ученики третьей школы, и студенты ПГСХ заняли третье место. Турнирную таблицу среди юниоров возглавили студенты ДВФУ. Второй общекомандный результат у команды ЖД Института, а сборная сельхозакадемии на третьем месте.